Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! А сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1235. Нам нужно найти значение выражения и пункт А. Минус, перед скобкой в скобках, минус 5,75 плюс 3,24. Давайте сначала раскроем скобки. Перед скобкой стоит знак «минус». Значит, по правилу, которое у нас есть в учебнике, мы можем поставить перед скобкой знак «плюс», или, так как у нас кроме скобки выражения ничего не содержит, ничего перед скобкой не ставить, а в скобках у чисел поменять знаки на противоположные. Было минус 5,75, станет 5,75. Было плюс 3,24, станет минус 3,24. Теперь выполняем вычитание. 5,75 минус 3,24. Получаем 2,51. Пункт В. Минус, перед скобкой в скобке, 6,38 минус 2,47. Также сменяем знак «минус» на «плюс» перед скобкой, а тогда у чисел в скобках меняем знаки на противоположные. Было 6,38, станет минус 6,38. Было минус 2,47, станет плюс 2,47. Теперь у нас сложение чисел с разными знаками. У числа минус 6,38. Больший модуль, поэтому у нас ответ будет отрицательным. Сразу ставим знак «минус». Теперь из большего модуля вычитаем меньший модуль. 6,38 минус 2,47. Давайте выполним это вычитание в столбик. 8 минус 7,1. 3 минус 4 не вычесть, у 6 занимаем. 13 минус 4,9. Запятую сносим. И у 6 заняли, 5 осталось. 5 минус 2,3. Т.е. получаем минус 3,91. И пункт В. Минус перед скобкой в скобке. Минус 3,8 минус 1,4. Тоже меняем перед скобкой знак «минус» на «плюс». И у чисел в скобках меняем знаки. Было минус 3,8, станет просто 3,8. Было минус 1,4, то есть минус 1,4 станет плюс 1,4. Чтобы выполнить сложение, нужно привести к дроби, к общему знаменателю. Общий знаменатель 8, поэтому вторую дробь домножаем на 2. 3,8 плюс 2,8. 3 плюс 2,5. Получаем 5,8. И выполнили задание 1235. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание. П Продолжение следует...